Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на нашем канале, вы найдете большое количество интересного, главное, полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины в формате техническом, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В последнее время в наших обзорах все чаще фигурируют автомобили с правосторонним расположением рулевого управления. Связано это с тем, что правый руль в настоящий момент переживает своего рода ренессанс. Эти машины все еще можно купить с подтвержденным небольшим пробегом из Японии. В то время как среди леворульных автомобилей хорошие варианты постоянно вымываются, и чем больше лет проходит, тем сложнее становится найти достойный экземпляр. Обычно в наших обзорах мы говорим либо про чем-то примечательные, как этот Note E-Power автомобили, либо про свежие модели, такие, например, как Honda Vezel. Но в нашем сегодняшнем обзоре можно сказать классический автомобиль концерна Toyota. Эта машина очень хорошо известна на просторах Сибири и Дальнего Востока. Практичный, непритязательный и практически неубиваемый автомобиль помог ни одной семье с решением хозяйственных задач. Давайте посмотрим, как выглядит Toyota Probox 2018 года. Toyota Probox, он же Succeed в кузовах XP50 или XP160, появился в 2002 году. Этот автомобиль, настоящий долгожитель конвейера, модель выпускается по настоящее время, а это на секундочку уже целый 21 год. Машину подвергли рестайлингу в 2014 году, в ходе которого обновили внешность и слегка поправили передок с точки зрения безопасности для пешеходов. Что касается моторной гаммы, под капотом этого универсала стояло несколько вариантов мотора, в том числе по объему. Младшим в линейке был двигатель объемом 1,3 литра на 95 лошадей, который сочетался только с вариаторной коробкой передач. Линейка агрегатов под капотом этих автомобилей не то, чтобы отличалась большим разнообразием, но сегодня мы затронем только рестайлинговые варианты. Здесь были следующие объемы. 1,3 на 95 лошадиных сил сочетался с вариаторной коробкой передачи передним приводом. Также здесь был полуторалитровый мотор, который выдавал 103 либо 109 лошадей, в зависимости от того, полный был привод у автомобиля, либо передний. После обновления компания Toyota больше не использовала автомат на этой модели, место трансмиссии прочно занял вариатор. Механики, кстати, на рестайлинге тоже не предлагалось. И добавили с 2018 года гибридную разновидность, которая по своей силовой установке копирует Toyota Aqua, либо Fielder. 74 лошади на полутора литрах, плюс электромоторы. Сегодня на нашем подъемнике автомобиль 2018 года выпуска бензиновая полторашка на 109 лошадей. Здесь передний привод и вариаторная КПП. Пробег машины по Японии 99 тысяч километров. Несмотря на большой внутренний объем, этот универсал довольно компактный. Внешне длина пробокса 4 метра 24 сантиметра, ширина 1,69 метра, а высота 1,52 метра. При этом колесная база универсала 2,55 метра, а грузоподъемность 400 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия у Toyota Probax, то для заводских значений разброс показаний толщиномера будет лежать в диапазоне где-то от 75-79 до 100-110 микрон. В редких случаях больше. Примерно похожую картину мы наблюдали на грузопассажирском фургоне Toyota Letys, который фигурировал в одном из наших недавних обзоров. Но, пожалуй, на Probax слой лакокрасочного покрытия все же будет толще. Что касается стойкости кузова к коррозии, то по Probax картина в принципе сложилась. В общем и целом можно констатировать следующее. Эти машины все же относятся к Toyota, соответственно гнить они особо не спешат, если говорить про свежие версии. Но если вы смотрите Probax куда более старый, который уже изрядно поработал на просторах нашей родины, обращайте внимание на пороги и арки. Это как минимум. Хотя от проблем по подкапотному пространству и по полу эти машины в целом прикрыты. Но, кстати, если вы смотрите полноприводную машину из Японии, даже будь она без пробега, пропускать осмотр на подъемнике нельзя категорически. Ведовые автомобили у тех моделей, которые в основном шли на моноприводе, как правило покупались на северных территориях в Японии, где в зимний период в ходу реагенты. Соответственно шансы понаблюдать довольно плотный рыжий налет, как минимум на подвеске у полноприводных машин куда выше. А в случае с некоторыми моделями встречаются и автомобили с отметками ржавые дыры уже в аукционных листах. Обзор автомобиля внутри по традиции начинаем с багажного отделения, тем более что для утилитарного универсала это практически самое главное. Доступ в багажник нам открывает широкая и не сказать, что тяжелая крышка. Проем багажника здесь практически занимает всю площадь заднего торца автомобиля. Ширина проема по его средней части это 116 сантиметров. Высота проема от пола до потолка порядка 85. Ширина багажника по полу в данном случае это порядка 130 сантиметров. Причем этот параметр выдерживается даже между колесными арками. А длина приподнятой спинке заднего сидения 108 сантиметров. Если же вам нужно увести какой-то очень габаритный груз, складывайте спинку заднего сидения. В этом случае полезная длина до спинки переднего сидения от крышки багажника составит метр семьдесят. А если груз будет длинный, но при этом узкий, и вы сможете протолкнуть его до самой передней панели, то грузите нечто длиной до 2,45. Из каких-то дополнительных удобств по багажнику пробокса можно отметить нишу-полочку с левой стороны. Справа за пластиковой фальшпанелью у нас скрывается домкрат и вороток. Ну а запасное колесо в данном случае у нас висит снизу под полом багажника и опускается на своего рода подъемнички. Также к вашим услугам небольшой потолочный плафон. Ну а теперь про салон Toyota Probox. 2018 год, а попадая сюда, словно оказываешься в 2002-2003. Конечно, поменялась архитектура передней панели, она стала более монументальная и менее округлая. Но в плане эргономики плюс-минус все осталось так же, в том числе и непривычно тонкий по современным меркам обод руля. Не настолько тонкий, как руль-косточка на классических «Жигулях» или «Москвичах», но тем не менее определенные ностальгические моменты он навевает. Что касается места в этом автомобиле, здесь его достаточно. Сказывается практически квадратная форма кузова. Стекла здесь вертикальные, никаких закруглений нет и, соответственно, ничто здесь вам не давит на голову. Что касается регулировок. Руль регулируется только по наклону. Регулировки по вылету здесь нет. Водительское сидение, во всяком случае, даже в самой базовой комплектации, которая у нас и есть, имеет регулировку по высоте. Но диапазон продольной регулировки довольно небольшой. Если опустить сидение до упора вниз, то левая нога, как ни старайся, все равно в колене полностью не выпрямится. Вот это максимально отодвинутое назад положение. При этом при моем росте 1,86 м, мне все-таки удалось устроиться за рулем более или менее удобно. Что касается подлокотников и прочих удобств. Автомобиль все-таки рабочий, поэтому среднего подлокотника здесь не полагается. Есть только упор под локоть на правой дверной карте. Правда, при моей регулировке локоть все равно упирается в среднюю стойку. Так что, чтобы воспользоваться подлокотником, придется придвинуться ближе. Ну, либо ездить как-то с наклоном вперед, что неправильно и неудобно. Что касается разного рода кнопок и клавиш. В нашей комплектации DX, а это самая базовая версия, их очень немного. Даже электрический стеклоподъемник здесь только один на водительской двери. Правда, он имеет авторежим. Здесь же располагается клавиша управления центральным замком. Ну, а с правой стороны на панели корректор фар и кнопка включения-выключения системы стабилизации. Регулировка боковых зеркал, кстати, они здесь электрические, хоть и без функции складывания. Находится справа от рулевой колонки, подрулевые переключатели на месте. Переключаются они удобно, хорошо, все это работает, тянуться к ним не надо. По левой стороне у нас дань современности клавиша включения-выключения системы автоматического переключения светофар ближний-дальний и противотуманки. Наверху радиоприемник, причем это в буквальном смысле радиоприемник. Здесь нет ни дисков, ни каких-то дополнительных удобств. Единственный разъем для подключения внешнего устройства. Аукс и на том, спасибо, кондиционер здесь самый обычный, причем в принципе управление им реализовано довольно удобно при помощи крутилок. Все это понятно и здесь очень тяжело ошибиться. Селектор коробки передач здесь тоже своего рода ностальгический на тоненькой ножке, но при этом с кривой прорезью типа змейки. А вот стояночный тормоз на пробоксах после обновления переехал на пол и теперь это ножник. Таким образом было высвобождено место между сидениями. Что касается разного рода бардачков, ниш и подстаканников, у пробокса на самом деле поверхности, куда можно что-то сложить, довольно много. Здесь есть отдельная полка, причем с бортиком на полу между сидениями, куда можно положить нечто плоское и оно у вас не улетит отсюда при езде. Присутствуют подстаканники, один из которых открывается у нас в нише центральной консоли внизу, а второй стационарный, справа возле дефлектора вентиляции. Так что если направить дефлектор сюда и здесь у вас будет стоять, например, бутылочка с напитком, вы сможете ее еще и охладить. Присутствует здесь и держатель для телефона, есть полочка под магнитолой, плюс удобный выдвижной столик по центру приборной панели, причем он довольно-таки большой по объему. Сюда можно положить блокнот, телефон, либо что-то поставить, например, во время перекуса. Ну а основной бардачок на пробоксе, в данном случае он немножко подломан еще с Японии, представляет собой, по сути, действительно ящик, причем открытый. Его объем довольно приличный и у него нет верхней крышки, так что, чтобы положить что-то сюда, совершенно не обязательно его открывать в принципе. Что касается обзорности, пробокс, какого бы года выпуска он ни был, пришелец из начала 2000-х. И здесь с этим параметром все в полном порядке. Низкая линия остекления и видимый капот. По крайней мере, при моей регулировке. Панель приборов, несмотря на то, что обрела более высокую форму, здесь не бросается в глаза и не загораживает обзор вперед. Лобовое, конечно, относительно узкое, а боковые зеркала небольшие по площади. Никакой камеры заднего вида здесь, естественно, нет, но у этого универсала очень большая площадь остекления, да и кончается он практически сразу за стеклом пятой двери. Поэтому с маневрированием, по большому счету, проблем не будет. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении пробокса. Что касается заднего сидения пробокса, если впереди при моем росте в этом автомобиле сидеть более или менее сносно, то сзади, садясь сам за собой, я сразу же упираюсь коленями в спинку переднего сидения. Да, и по сути дела, абсолютно плоская скамейка без подголовников в данном случае, это скорее временная и вынужденная мера. Так что если вы покупаете Тойоту пробокс и собираетесь возить сзади что-то кроме груза, а, например, иногда пассажиров, то лучше предпочесть версию F. Это максимальная комплектация, где задний диван будет не таким. Задний диван на F это нормальное мягкое сидение, которое складывается наподобие того, как это получается на Тойоте Виш. Сначала опрокидывается вперед подушка, а затем складывается спинка. Ну а на первых двух комплектациях DX, как в нашем случае, и на следующем GL, где добавляется еще один стеклоподъемник на пассажирской двери, задним пассажирам придется довольствоваться скамейкой. Интересный момент, что в силу специфической формы задних дверей стекла у пробокса опускаются полностью. Ну а удобств для задних пассажиров в этом автомобиле, естественно, нет никаких. Все-таки полукоммерческий транспорт. Ну а теперь про агрегаты, которые встречаются под капотом обновленных пробоксов. Базовым в линейке здесь был один NR-FE. Этот мотор относится уже к новой генерации двигателей. Это рядная алюминиевая четверка с двумя верхними распредвалами. Мотор простейший по конструкции. Здесь 95 лошадиных сил и 118 ньютонометров крутящего момента. Есть гидрокомпенсаторы, так что клапанными зазорами заниматься не нужно ни на каком пробеге. Из элементов, усложняющих конструкцию данного мотора, разве что электронная дроссельная заслонка, да два фазовращателя на впуске и выпуске. Один NR-FE довольно экономичен в том, что касается масляного сервиса. Объем заливаемого сюда масла всего 3,4 литра. Масло вязкостью 0W20. Мотор 1.3 крайне распространенный. Ставился он в большое количество моделей концерна Toyota. Это Corolla, это Auris, это Yaris и в том числе Toyota Raktis для внутреннего японского рынка. Сам по себе двигатель в силу своей простоты неплох, но мотора может кому-то не хватать. Как следствие, работать он будет на больших оборотах и ресурс его закончится раньше, чем то можно было представить. Хотя в любом случае этот рубеж, скорее всего, будет пролегать даже не по отметке в 250 тысяч километров пробега, а где-то дальше. Все будет зависеть от того, насколько хорошо предыдущий владелец следил за мотором. Интервал замены масла, благо объем его здесь небольшой, не должен превышать 8 тысяч километров пробега. Один NR-FE имеет систему EGR, которая может приводить, будучи в дисфункциональном состоянии, к зашлакованности всего агрегата. Так что EGR нужно периодически чистить. Также не отличаются на один NR-FE сверхдолгожительством помпа и катушки зажигания. Запасную катушку вообще лучше всегда иметь при себе. Ну а за помпой время от времени поглядывать. Примерный ресурс 50-60 тысяч километров. Как и любой современный двигатель, этот мотор не любит перегревов. Единождевский пяти в движок вы получите стойкий масложор, причем даже на относительно небольшом пробеге. Но вообще, если вы смотрите автомобиль, чей пробег превышает 150 тысяч километров, с таким двигателем не поленитесь проверить движок на дымность. Многие владельцы плюс-минус сталкиваются с расходом масла на угар. Следующий по объему движок это полуторалитровый 1NZ-FE. И это как раз наш случай. В зависимости от того, моноприводный автомобиль, либо 4WD, этот двигатель будет иметь 103, либо 109 лошадиных сил. 1NZ-FE мотор старинной серии. На нашем автомобиле установлена уже одна из его последних реинкарнаций. Это тип 10, уже имеющий до борту гидрокомпенсаторы, электронную дроссельную заслонку и фазовращатель на впуске. Объем заливаемого в эту алюминиевую рядную четверку масла 4,1 литра, вязкость 5,30. Интервал массы новосервиса здесь также крайне нежелательно затягивать свыше 8 тысяч километров пробега. Этот мотор в целом надежный. Цепной привод ГРМ на 1NZ-FE требует внимания в районе 150 плюс-минус тысяч километров пробега в зависимости от используемых компонентов и режима эксплуатации. Что касается проблем по мотору, то в силу конструктивной простоты подкинуть массу подобных он просто не способен. Но большим пробегом свыше 200 тысяч километров вполне возможен расход масла на угар. И причиной тому, как правило, будут колпачки и, как вариант, подзалегшие кольца, которые залегают либо от чрезмерно больших интервалов замены масла, то есть когда на обслуживание мотора попросту забивают, либо вследствие предшествующего перегрева. Из проблем по 1NZ-FE, не считая вопросов по системе зажигания с катушками, можно отметить разве что плавающие обороты. И, как правило, в данном случае проблема решается последовательной чисткой дроссельной заслонки, датчика массового расхода воздуха, а также клапана вентиляции картерных газов. Ресурс этой силовой установки, как правило, превышает 300-350 тысяч километров. Плюс огромная распространенность данного двигателя делает покупку контрактного варианта довольно несложным занятием. Кстати, эти моторы нередко сопливятся маслом по прокладке клапанной крышки и по сальнику коленчатого вала. Так что стык коробки и движка при осмотре поддержанного автомобиля обязательно проконтролируйте на предмет отсутствия следов течи масла. Кстати, с 2018 года вы можете купить пробокс и в гибридной разновидности. Гибридная силовая установка на базе двигателя 1NZ-FXE объемом 1,5 литра на 74 лошадиные силы копирует таковую у Toyota Aqua. В данном случае это типичный тойотовский гибрид. Два электромотора, один выступает в роли генератора, а второй в роли тягового двигателя. Планетарный редуктор вместо коробки передач, инвертор и высоковольтная батарея. 1NZ-FXE очень неплох в качестве сердца гибридной установки. Ресурс его свыше 250-300 тысяч. Однако помните, что у таких автомобилей двойная система охлаждения на двигателе и на инверторе контур свой. Они не совмещаются, поэтому антифриз менять надо по отдельности в каждом. Также у вас будет два насоса системы охлаждения. Один из которых предотвращает перегрев бензинового мотора, а второй перегрев инвертора. Замена которого в случае выхода из строя будет ой как недешево. Зато расход топлива подобных автомобилей может приятно удивить. Такой пробокс в городе будет укладываться в отметку 4,4 с копеечкой литра на 100 км пути. Для коммерческого транспорта экономия на ГСМ это очень даже хорошо. Ну а перед тем, как посмотреть на автомобиль снизу на подъемнике, пробежимся по показателям дорожного просвета. Кстати, каталожное значение для пробокса после обновления это 130 либо 140 мм, что отнюдь немного. Машина далеко не внедорожник, по крайней мере на бумаге. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, соответствуют ли эти цифры действительности. По сути, самая низкая точка у этого автомобиля это защита двигателя. До нее порядка 14 см. До края переднего бампера в данном случае побольше, порядка 17 см. Но есть еще небольшая выступающая пластмассовая часть защиты, которая находится в 13 см от поверхности. Под передними брызговиками 13 см, а до передних поддомкратников 16 см. До заднего поддомкратника от поверхности земли 19 см, а до заднего брызговика 21 см. В принципе, выше чем 21 см от асфальта находится банка глушителя. Так что парковаться задним ходом на этом автомобиле можно к абсолютно любому препятствию. Но перед тем, как пропустить что-то высокое между колес, вспомните про клиренс в передней части. Что касается ходовой части Toyota Probox, то она здесь столь же простая, как и внешний вид этого автомобиля. Передняя часть подвески реализована по схеме Macpherson. Здесь есть стабилизатор поперечной устойчивости, причем его пруд достаточно толстый и очень основательный. При этом доступ к креплениям стабилизатора на подрамнике довольно-таки затруднен. И для замены втулок его придется частично демонтировать и опускать. Благо, заниматься этим на Probox приходится крайне редко, если вообще кто-то с этим заморачивается. Передние рычаги и шаровые опоры у нас выполнены как единое целое. И по задумке производителя, меняться должны в сборе. Но никто не мешает, как говорится, перепрессовать в данном случае шаровую опору на дубликатную, что, как правило, и делается. Рулевая рейка здесь электрическая, соответственно, минус большой головняк, как с возможными течами, так и с зимами. С низкими температурами, когда на машине с гидроусилителем после долгого простоя запросто может повыдавливать сальники. Здесь от этой ситуации вы застрахованы по определению. Что касается антикоррозийной обработки днища на Probox, как и на большинстве автомобилей для внутреннего японского рынка, герметик в основном обнаруживается на сварных швах кузова. Как такового, здесь его очень немного. В районе порогов есть очень небольшой, тонкий, скромный слой, скажем так, антикоррозийной защиты. И, похоже, для условий эксплуатации по Японии этого достаточно, поскольку на данном экземпляре нет особо следов ржавчины по низу. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Он металлический, поэтому на возрастных машинах обратите внимание, чтобы не было запаха бензина, ну и, соответственно, коррозии на баке. А вот горловина его в данном случае все-таки резиновая, так что с коррозией горловины здесь проблем быть не должно. Что касается задней подвески, на переднеприводных пробоксах задняя подвеска зависимая. Здесь балка, правда, она выполнена немножко по иной схеме, нежели на Солярисе. И здесь чуть больше сайленд-блоков. Конкретно с каждой стороны есть по два длинных рычага с сайленд-блоками, собственно, балка и втулки на амортизатор. Как показывает практика, в задней подвеске пробокса, если что-то и способно умереть к пробегам тысяч под 250, так это амортизаторы и, возможно, пружины, которые потребуют замены ввиду того, что просто банально просядут. Если же автомобиль будет на полном приводе, то сзади будет тоже зависимая подвеска, но уже в виде моста. Если большинство современных Toyota комплектуются докатками лишь в качестве опции, то вот у пробокса она присутствует по умолчанию и в данном случае подвешена снизу, как мы уже упоминали в первой части обзора. Это именно что докатка и полноценное запасное колесо вы сюда не разместите. Таким мы увидели сегодня рестайлинговый пробокс 2018 года выпуска. Это полторашка на 109 лошадиных сил с вариатором и передним приводом. Пробег машины по Японии 99 тысяч километров. Это настоящий неприхотливый и неубиваемый труженик, чья задача не транжирить ваши деньги, а наоборот, помочь вам их сэкономить, а то подчас и приумножить. Если у вас был или есть пробокс, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров и вам есть чем дополнить нас и в чем нас поправить, пропишите все это в комментариях. Ведь людям, которые задумались о покупке подобной машины, ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Ну а если вас вдруг заинтересовал конкретный автомобиль, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту публикации этого обзора машина все еще будет находиться у нас на продаже. Спасибо за просмотр. Если обзор был полезен и понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока!